Эй, народ, всем привет! Перед вами Elden Ring, и мы продолжаем прохождение этой безмерной просто игрушки. Вы посмотрите, какие просторы, и это все нам нужно посетить. Ну да. Для начала, мы находимся сейчас в Леурнии, в южной ее части, вот где-то примерно здесь. В пошлой части мы дошли вот даже до северного тракта Леурнии. Ну теперь наша задача, я так думаю, нужно чуть-чуть исследовать вот эту территорию, так сказать, посмотреть. Например, вот здесь я вижу какое-то узилище. Нам, конечно же, стоит посмотреть, что там да к чему, и также нужно посмотреть, что здесь за руины Ласкьяра какого-то. Это все нужно исследовать, поэтому не тратим время, и погнали. Да, и что-то очень как-то темновато. Давайте-ка мы возьмем наш суперский фонарик. Так, опа, это что такое? Временно повышает баланс, тратит УП. Ага, ну это ладно. А вот он наш фонарик, применяем-ка. Ну все, теперь мы такие вот оранжевенькие. Да, помню в прошлой части мы там страдали, вон, на этом пустыре. Там какие-то злостные просто, злостные скелетоны, которые меня убивали буквально там с двух-трех тычек. А вот я их что-то как-то не очень так мог поколошметить. Ну да ладно. Итак, пробежим через лагерь, либо как пойдем. Здесь мы можем призвать себе компаньонов. Давайте-ка позовем кого-то. Но перед этим лучше слить с этого. Все, теперь погнали. И сейчас будем. И... Вот так вот. Да, ребята определенно потолстели. Здоровья у них, конечно, что-то многовато. Ну, вроде как-то расправились. Так, вон там человечек такой сидит. И вроде он один. Тогда давайте на картах аккуратненько. Блестящий камень кукушки. Опа! Я не понял. Ребята, а чё вы исчезли? Веселье же только начинается-то. Справочник мастера блестящих камней. Ага, камушки, значит, и будем такие все распальцованные делать. Ну ладно. О, анычку зафигачивали. Отлеющая бабочка. А нафиг она только мне нужна? Ну ладно. Ну, собственно, мы идем в правильном направлении. Только теперь непонятно как. А вот там можно как-то пропрыгать, да? На эти скалы. Там какое-то узилище. Нужно все это тоже осмотреть. Вот там у нас костерчик. И торговец еще. Фонарики стрёмные какие-то. Давайте-ка мы сюда зайдем. Здесь у нас дофигища. Я смотрю, водички всякой. Так, эти вот враги, я их знаю. Выпускает какую-то лажу из себя там? Ну да. Ох, не нарваться бы сейчас на какого-то супербольшого крабика. Ну, вроде крабиков тут нет. Зато вот есть какая-то вот медуза. Ну, вроде они травоядные. Меня так бить не будут. И здесь хватает точно больше. Опа! Господи! Ё-моё! Это чё? А где крабы-то? Вот это он меня, конечно, сгорел. Давай, бей! Чё ты не убьешь-то? Ай-яй-яй! Чуть не померли. Давай-давай-давай, за спину им нужно как-то... Добиваем. Е-е-е, добили. Вот это, конечно, лобстер-переросток. Это что же здесь за водичка такая, что ли? С Чернобыля, что ли, протекла? Офигеть, какие тут живности водятся. Так, вы меня убивать не будете, да? Опа! Так и знал. Тут пещерка какая-то. Не зря они тут ошивались. Ну что ж, давайте заглянем, что тут да к чему. Пещера Тихого Омута. Ну да, тут реально в тихую заселя гады. Ага. Может кого-то давайте позовем? Опс, не то. О, точно позвать кого-то можно. Пойдемте у костра посмотрим. Может там тоже какие-то знаки появились? Знаков тут нет, ну ладно. Ну вот какая-то неуника. Неуника. Ну. Ей весь дух. Давай показывайся. Дух что-то не хочет приходить. А, ну вот. Все. Погнали. Так, что тут у нас? Ничего нет? Ну ладно. Ах, твою ж налево цветочки вот эти. Опа. И какие-то туземцы еще. О, а че это вы там... Какашки в меня какие-то кидаете? Да ну нахер. Пошли вон. Так, понял. Тут, короче, нужно серьезно. Опа. Здоровый народ. Пацаны, разойдись. Черт-черт-черт-черт-черт-черт-черт. Отравление. Отравление это плохо. Кастую. Опа. Сейчас меня вообще отжарят. Отжарили, да. Ну, короче, вообще, да. Тут так просто не пройти. Эти гады даже закастовать мне мои приколюшки не дали. Хреново, конечно. Так, давайте сначала включаем наш фонарик. Где он там? А то тут ни шиша не видно. Вот так-то лучше. И сразу активируем. Может точно еще раз кого-то позовем? О, да. Две штуки аж появилось. Сейчас будет мега камбэк. Так. И последнее где там наше? Вот. Летание смерти. Или что это такое? Как говорится. И снова здравствуйте. Все. Сейчас я их там всех уделаю просто. Черт, опять я сюда упал. Да чтоб тебя ты, господи. И дренифини вас всех. Есть. Так, журем конфеты. Конфет нет. Теперь я отравляться буду все время. Опять я сюда упал. Да что ж такое? Так, магия на них хреново работает. Оно отстань от меня. Опа. Прыжок веры. Все. Ой, как я выжил. Так, дальше пойдемте. Опачки, впереди что-то там будет. Ребята написали. Так. Главное не сдохнуть от этой хрени. Давайте создание быстрее. Я создать... А, могу. Так, ага. Мне нужно что-то, что я могу использовать для излечения от этой хвори. Вот такая руна. Так, ну в принципе ничего такого интересного. О, от деяния мудреца. Отковыряли. Так, а дальше получается куда-то идти-то надо. Ну да. Говорят, теперь вот этих задротов надо. Угу. Еще один прыжок веры. Опа. Есть. Ну и к черту я с ними вообще сражаться не хочу. Пойдемте босса будем кошмарить. О, вот это мощная у него штукенция, я смотрю. Сразу заставил всех понедлничать. Ну все, теперь босецкий у нас тут. Да, дышу, конечно, я уже наладом, но в принципе ничего страшного. Так. А ты что за полудурок? Понятно. Полудурок еще тот. Вот так вот сейчас мы его уделаем. А рыцарь чисто гнили сразу говно лицом. Все прекрасно, ребята. Черт, я отравился. Ну да ладно. Текаем. Текаем отсюда быстрее. Здесь вроде как больше ничего и нет. Ну да. Все, возвращаемся. И, господи, самое противное место. Ненавижу это отравление. С ним вообще играть как-то невозможно. Постоянная эта нервотрепка. Так, так, так. Костерчик, костерчик. Бегом быстрее к нему. Ну, допустим, мы теперь знаем, что здесь еще есть пещерка такая. Опа, это ж мои души тут остались. На, за ними, конечно, неплохо бы вернуться. Давайте как мы это и сделаем. Все-таки там вроде как девять штук осталось у меня. Как говорится, одна нога там, другая тут. Ну и все, прямо давайте так и десантируемся. Все пудово это где-то тут, тут вверху осталось у меня. Ну да. Ух, тут надымили, конечно, они своими там изваяниями вообще просто. Вонину развели конкретную. Ну все, теперь как новенькие. Такс, теперь уже точно идем вот сюда. Давайте берег, озера Лиурни. И там уже надо с торговцем поговорить. Где он тут, кстати? Ты здесь совсем недавно? Удивительно, что тебе удалось найти мой магазинчик. Ладно, не важно. Деньги не пахнут. Почему бы тебе не взглянуть на мои товары? Только не спрашивай, как они мне достались. Понятно, скупчик краденого у нас тут. Опачки. И фонарь у нас тут есть, многоразовый. Интересно, две штуки их можно к себе присобачить? Так, справочник воина-кочевника. Да, стоит сейчас взять-ка, кстати, его. Тут треугольные щиты, я смотрю. Уже гораздо лучше. Этот щит. Так, вот. Капюшон астролога. Капюшон из мягкой ткани. Его носят те, кто обращает свой взор в космос. Говорят, что они наследники чародеев блестящего камня. И когда-то предсказывали судьбу по звездам. Увы, ночное небо давно перестало быть колыбелью будущего. Одеяние астролога. Угу. Перчаточки. Ну, чисто такой комплектик. Кайфануть. И посох астролога. Тут уже навыка нет. Но у меня пусох есть такой ничошный. Поэтому это можно вообще не брать. Ну, давайте тогда возьмем справочник. И вот этот капюшончик. Что-то он мне приглянулся. Сейчас хочу приодеться так. Давайте-ка. О, капюшон мудреца либо астролога. Хм. Ну, теперь у нас такой мощный капюшончик. Блин, на меня, конечно, перекаты. Не очень. Жесть. Так, ладно, давайте так другой капюшон. Вот это. Да, прям почти как кукла-склановцы. Только вот какие-то. Ну, такие вообще прям. Ведьминский капюшончик. Давайте другой посмотрим. Зеркальный шлем Нокса. Ого. Зачетная штукинца. Мы как будто этот... Шлем из сервиза себе сделали. Так, что тут еще есть? Голова осьминога. Головной убор из детеныша наземного осьминога. На ощупь напоминает теплую человеческую кожу. Благодаря своей упругости отлично поглощает удары. Ну, а к ужасному запаху несложно привыкнуть. Офигеть. Знаете, кого он мне напоминает? Это из этого. Из-за Скайрима Драгонборн. Там такое дополнение было. Вот. И там главный злодей примерно был такой же. Ну, да ладно. Что тут еще? Ну, в принципе... Можно обруч одеть. Повязка простолюдейная. Выглядит тоже такое, что не чешное. Мы теперь как этот. Конан Варвар своеобразный. Да, и перекаты у меня все такие же медленные. Что сказано? Нужно выносливость качать и стойкость. Такс. Ну, тут, в принципе, ничего такого. Ага. Ну, понятно. Нужно, короче, дальше скалолазанием заниматься. Так. Оп. В смысле? В смысле? А че ты слез-то? В такой неподходящий моментик. Притом так резко. Давай-ка обратно. Опа. Есть. И давай-ка сюда. Ну-ка. Ну-ка. Жертвенная веть. Так. И теперь нам нужно повыше как-то забраться. Как бы это сделать-то? Алло. Да, тут главное не сорваться. Опа. Вроде пока еще на четырех лапах, на четырех копытах. Давайте-ка. И собака. Ааа. Тут-тут-тут не падай. Не хочет. Просто-напросто не хочет. То перелетает, то не вообще просто. Давай-ка вот сюда. Оп. И все. Да, забрались на самую верхотурину. Так. Вот опять эти у нас каменные червячки. Тут-то обычное деревце. Ну и больше ничего такого. Ну что ж, узелище Лиходея. Давайте посмотрим, что там за Лиходея-Лиходеюшка. Ну, перед этим так. Здесь есть ли, интересно, клинмарики рядом. А, вон он. Пойдемте к нему сейчас. Бегаем быстренько. Чтобы было активировано на всякий случай. Все активировали. Давайте смазываем наш клинок. Все. Ну и будем готовы, как говорится. Сразу идем в наступление. Опа. Адан в урагне. Какой-то толстячок серьезный. Ты чего в меня шары слой? Вот так вот. И еще давай. И еще. А я уже сейчас к концу и отдам. Сейчас мы забафаемся так, чтобы вообще просто. Вот и все. Четко упечатали его в асфальт. Пламя падшего бога полученное. Неизвестно, что это, но что-то интересное. Ну, если это даст мне возможность кастовать вот тот прикольный шарик, это будет что-то с чем-то. Так-с. Давайте куда-то там посмотреть можно. Инвентарь. И где-то тут должно быть. Вот. Призывает огненный шар, поджигающий область при взрыве. Вера 41. Ну, это вообще просто. Эта легендарная молитва черпает энергию из силы огненных великанов. Выпускает огненный шар, в котором, как считается, заключен павший бог. Шар летит в сторону врагов и взрывается, поджигая все вокруг. Арганти, главный страж пламени, держал молитву в строгом секрете, пока ее не украл Адан. Павший бог все еще таится где-то среди огненных великанов. Ну, да. Раскрою секрет, мы скоро его пришьем. Ну, это, конечно же, будет ближе, скажем так, к северной части этой Лиурнии. Для начала. Да, там какой-то подозрительный такой пик. Мы тут исследовали. Угу. Вот здесь еще какие-то руины у нас есть. Вот здесь еще непонятно что. Надо сюда сбегать. Так что, вперед. Много дел у нас. Нужно все здесь исследовать максимально быстро. Интересно, тут костерчик где-то будет? Опа, опа, это что за хоббиты такие? Алло. Мордор в другой стороне. Ох, кто же мне еще? Ну, ладно. Пусть они там веселятся. Так, а что это? О, понятно, понятно. Школота местная начала тут с рогатки в меня стрелять. Ну, тут ништяков, я смотрю, не положили. Так что печаль тоска. Вот, по крайней мере, до какой-то повозки дошли. Ага. Ревно в меня кидаетесь. Так, кто там следующий? Да ты охренел мелочь пузатая. Все. Так, болт для баллисты. И все что ли? Так, давайте вот тут посмотрим. Здесь ничего не заныкали. Ну, вроде здесь ничего такого не лежит. А, подождите-ка. Какое-то непонятное деревце. Кристальный бутон. Блин, хорошее место для секретика. Так, давайте посмотрим территориально, где мы. Угу. Ух ты, бараны какие здесь. Так, вот там кто-то шастает так. Серьезно. Вы как это? Народец мирный. Понял, понял, понял. Не мирный. Ох, блин, суровость-то какая у них прет прям. Да и бегают быстро, я смотрю. Так, надо быстрее позвать. Этих. Моих компаньонов. Где-то тут позвать можно было. Все, нас теперь орда. Пипец, конечно, они вообще лютые. Какой-то рыцарь стрёмный. Вот так вот. Вон ещё парочку ушлёпков. Ну-ка, давай выходи сюда на бой. Минус один, это собака. Опа, доспех огненного монаха. Ребята, огненный монах, это же очень прикольно. Звучит-то как? Малитослов огненного монаха. Да, это что-то с чем-то. Для чего-то серьёзного мне точно пригодится. Пёстрое вяленое мясо. Ух, какой ассортимент вяленого мяса мы тут научились готовить в этой игре. Огонь, вдохни меня. Интересно, как это выглядит. Давайте взглянем. Так, где это было? Вот здесь где-то. Так. Успокойся, давайте вот здесь выберем. Угу, вот оно. Ох, твою ж налево. Это ж огонь эмоция, всё. Вот только посмотрите. Сразу, сразу чувствуете? Эпичность. Появляется эпичность во всём происходящем. Это только боевой клич. Представьте, сзади нас такая армия стоит. И мы таки и готовимся к битве. Ну всё. Я вдохновился. Пойдём грушить всем бушки. Итак. Тут рядом клинмарики, я смотрю. Пристроили небольшое. Так, ладно. Дальше у нас озерцо большое. Для начала. Надо посмотреть, что мы там за молитва. Слов этот нашли. Сложно выговариваемые. Так, где он тут? Тут, тут, тут. Это где-то в ключах было, да. Так, ключики, ключики. Угу. Угу. Отдайте учёному клирику, чтобы открыть новые молитвы. Угу. О пламя гори ясно пламя. Так, давайте вспомним. Где у нас учёные клирики водятся? Учёных клириков я так-то не столько много и помню. По-моему, Томсон у нас тоже клирик. Хотя он торговец-кочевник. А подожди, это не то место. Вот. Чередей Топс есть у нас. Можно, в принципе, ему отдать. Давайте сбегаем к нему, заодно и посмотрим. Так, дружок, ещё сидит тут. Хочешь ещё что-нибудь научиться? Да. Прекрасно. В твоём распоряжении любой из моих немощных чар. Ага. Ну, понятно. Ему мы это отдать дело не можем. Так, а где ж тогда огненных монахов мне найти? Неужто чародейки Селени нужно отдать? Как бы мы у неё вроде как учимся магии и всякой такой мутатении. Глядишь и пригодится. Так. Нет, подожди-ка. Ага. Отдать мы это дело не можем. Так. Угу. Ну, в столе утраченной благодати я не помню, чтобы мы кому-то смогли что-то там и отдать. Хотя, может быть, одному человечку да получится, который у нас тут сидит на балкончике. Вот он. Рад тебя видеть. Ну, ладно. Мы тебя тоже. Ага. Он тоже не может продавать. Жалко, жалко. Ну, блин. Тогда больше некому. Если что, я думаю, мы в процессе прохождения это дело всё узнаем и сможем кому-то передать. А пока что, ребята, я думаю, что продолжим в следующей части и посмотрим, что здесь к чему. Всем удачи и до новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова